здравствуйте друзья у нас тут пара ну-ка напоминайте как зовут семена мария так маша и сеня да так ну вы уже сколько в америке неделя есть уже больше недели ну так чего что вы успели за это время жилье сняли жилье сняли так что это расскажите что где почем сядьте поближе и прям видно парочка апартаменты одна комната то есть соответственно гостиная и спальня так на этом стрит вроде так они произносят да это квартал от школы туда до совсем недалеко чтобы маша могла ну хотя бы ходить и добираться как-то то время как я конечно буду есть на работу попробуйте стульчик приподнять там рычажок у вас справа да ну-ка поднимешься хорошо а то получается такая большая маша и такой маленький сеня вот все теперь вы заняли так сказать по добавивающее пространство значит почем вещь ван бедрум сколько там в итоге маша получилась тысяча девятьсот плюс коммунальные да ну почем коммунальные пока не знаем ну я вам скажу что тысяча девятьсот не так плохо могло быть и две пятьдесят там и в общем да хорошо так это не не те что вот там это вы не брали у меня телефон тут какого комплекса нет нет окей хорошо то есть пришли шли по улице и нашли да хорошо значит депозит большой с вас взяли тысячу то есть по половину можно сказать месячные платы неплохо так на полу спите или там что у вас есть мы нашли какого-то замечательного финна на крыглести и он продал нам по моему за 15 долларов домаш две надувные кровати twin который как для походов использовался насос большими да и мы сдвинули у нас получился практически king вот бельем и купили если постельная да так недорого ну да да наверное новые дешевле сложно найти из магазинов которых хорошо взяли чистая бельишко надувной матрасик что у вас есть еще из мебели пока комод тоже на крыглести нашли по чем 15 долларов 15 лет а на чем возили а ну мы купили машину да да кстати да по мелочи значит что 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 за автомобиль я родителям так и пишу да что за автомобиль купили мы toyota yaris хорошая машина мне очень нравится вот мы тоже решили что она кост-эффективная извиняюсь две двери или четыре четыре я люблю с двумя не нашли вот тоже они перестали их делать они когда делали с двумя это просто атас был мы как-то брали в полосвегус ездили брендовки брали я просто влюбился в нее да ну ладно у нас подруга как раз в москве с двумя очаровательно сзади там положил от сиденья там просто как вагон целый места много хорошо я рис очень какого возраста пятнадцатого года 30 тыс прекрасно и почему и сколько получилось одиннадцать чем-то с налогами слушайте что-то что-то они стоят сколько а сколько же новая стоит на сайте по-моему в районе 18 без налога новая подорожали ну да да они конечно они раньше существенно дешевле были я понял ну хорошо значит должна быть хорошая машина тогда только вы уже куда-то ездили к океану в сан-франциско никуда мы не ездили мы все ездим забираем мебель повсюду это большое дело когда есть машина и можно поехать на коррекции с тем можно практически иногда просто по факту самовывоза взять то есть или или вообще за доллар там или там ну за пятнадцать что на самом деле то же самое но цена существенно ниже чем в магазинах поэтому да да конечно то есть вам еще что столик стульчики как вы там сидите стол вот сейчас у нас машины валяется все-таки мы нашли только в икеа потому что где-то его не могут нам отдать где-то ну пока выходные ребята сам сами выезжают а столы какие у вас там в смысле письменные мы будем и письменной кухонной использовать как один пока вы можете дать что сделать вы можете зайти в магазин офис дипа или там как он там это его весны мая офис макс офис дипа и там есть такие раскладные столы офисные они складываются то есть он такой сверху но как будто диспотом деревянный так пленочкой просто такой покрыт и и он так раз ножки там выпадают он стоит большущий стол стоит 35 долларов а небольшой стоит там может быть там 15 20 они разного размера бывают бывают с таким покрытием а бывают такие знаете для мастерской где пластик такой очень heavy duty такой пластик тоже на металлических ножках тоже раздвигается исключительно и все очень недорого очень но конечно это не дерево вот такой с металлом ну что же хорошо то есть вы так потихоньку обустраиваетесь есть ли что-то такое что вы узнали для себя неожиданного что вот вы жили себе жили там вот в москве да вот и и и даже не догадывались значит там знаете есть такой анекдот как я не буду весь рассказывать что там неприличное слово но как вовочка первый день пошел в школу первого сентября значит ну и там родственники все собрались значит и сидят ждут что он там за столом накрытым он врывается расхрыстанный врать не котором значит там все кричит вот вы тут сидите и не знаете что пиписка называется вот совершенно другим словом вот и так вот первого сентября вот есть что-то такое поделиться вот мне есть давайте давайте про интернет уже ужасно как это все дожило так с интернетом ладно с мобильной связи что входящий платный проект я узнал еще в москве тоже очень удивился вот это поразительная история потому что когда у нас они были платные когда там у меня был там ну там я может учился на первом курсе института и вот там наверное их отменили как раз у нас платный входящий я считал что вся европа давно без них там журнал мобайл ревью а у нас так а с интернетом он просто какой-то неудобный он ну помимо того что он довольно дорогой по сравнению с московским он неудобный тем что в апартаменты тебе надо иметь модел дверку прикройте там шумяк понимаешь надо иметь модел надо подождите а как надо то есть надо либо его купить свой но они жулит а я не объяснить а у вас как а у нас ты просто то есть у нас дом обычно подключен еще и к нескольким провайдером то есть их там может быть 35 ну вот как бы такое число обычно не меньше трех мне кажется тебе надо просто вай фай роутер они за тебя борются они тебе названию ты можешь искать повыбирать цены роутер где стоит здесь получается в москве нет модема то есть он где-то в подвале там сидит я не знаю этой всей темы как это происходит но есть какой-то свитч он сидит там где-то в подвале и никому не мешает или ты просто покупаешь себе роутер с рожками и все у тебя вай фай который прекрасно льется по всей квартире люди жалуются что вот этот роутер плюс модем он иногда не добивает до из гостиной до комнаты в 1б друм на карте а я вас умоляю а я вас умоляю у нас вот на всю школу добивает ничего что вы ценный клиент для них наверно не мы проверим сами на собственном опыте потому что вопрос стал довольно острый уже без интернета но тяжеловато мобильный интернет у нас есть но у нас дом дом довольно такой просторный в один в одном этаже у нас не только добивает дома нас весь бэк-ярд добивает я могу сесть беседки там все отлично добивает а у вас отдельная коробочка или две получается один один на модем говорят так получше все таки они обычно так у нас дом в дом приходит значит там кабель ну и к этому кабелю соответственно там но к этому кабелю я понимаю крепится модем а потом к нему уже может крепиться роутер да бывает модем роутер в одном лице нет нет у нас у нас два они там маленьким кабелечком полметровым соединены и все вот в общем вот прям было открытие потому что москве только 2 устройство с рогами нужно и у тебя все работает много провайдеров все дешево здесь провайдер либо один либо два бывает и они такие здесь много нету да да довольно друзья в этот год посмотрите это все подумайте лишний раз подумайте стоит ли вам куда-то уезжать я вам скажу что такого катастрофического интернета как в италии например я вообще даже представить себе не мог это сравнимо с интернетом на круизных лайнерах то есть email послать можно а допустим видео оплоднуть уже нет это будет что три часа ходить пока там пятиминутное видео погрузишь так что нет нелегко нелегко друзья дается чужбина вот но хорошо еще какие-то открытия not только что мы общались с человеком не знаю как его зовут до высокие и не бритые это сервис сергей наш отмен сергей приятный человек он тоже мы с ним сошли во мнении что здесь приятно водить потому что лишний раз ну конкретно в москве конкретно мне мне не очень хотелось выбираться потому что вот эти вот повороты из там третьего второго ряда один здесь по привычке сколько вы я вожу наверно здесь уже дней 54 и здесь я по привычке все равно смотрю влезет кто-то не влезет подвинуться поближе потому что я таких людей на родине очень не любил которые вот поворачивают так и я старался как давать монтировка собой было всегда не 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 я так справлялся вот а здесь тоже не пользуются всех пистолеты вот да здесь попроще и может поспокойнее на дорогах потому что это не у нас тут конечно у нас тут индусы китайцы русские там хотя русские любят многие оружие а так вот мы тут азиаты они мирные они я я типа азиата у меня нет ничего а вы хотите какую-нибудь там базуку купить ну маша 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 базуку а такой знаете такое а есть такие сексе автоматы такие полуавтоматичность он небольшой такой блестященький и очень секси в чулок 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 который можно спрятать я такого еще не слышал в чулок именно ночью вы подумайте подумайте у меня есть один выпускник он владеет инструмент с магазином по продаже оружия тестером работал работал потом вот туда пошел ну что же ребятки хорошо значит то есть ваша ближайшая перспектива это значит разжиться там зеркальным шкафом ну я так утрирую интернетом ну хорошо ладно давайте мы с вами помашем ручкой всем как как там значит так вы вы машете вы машете левой а вы правый давайте тебе пока